МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом на брифинге для журналистов заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Предполагается, что председатель правительства будет отвечать за тактические и хозяйственные функции по руководству исполнительными органами власти, а также исполнению решений губернатора и правительства. А губернатор будет осуществлять стратегические и политические функции и представлять регион в федеральных органах государственной власти. Также добавлена возможность введения не только должностей замов, но и первых замов губернатора. Игорь Орлов заверил, расширение штата чиновников не планируется. Наоборот, будет сокращение. Мы делали глубокий анализ того, кто чем занимается, как проходят те или иные действия по полномочиям, которые исполняет региональная власть, насколько функции дублируются в разных министерствах, агентствах и так далее. Окончательное решение за областными депутатами, они вопрос внесения изменений в устав региона рассмотрят на внеочередной сессии 11 ноября. В случае одобрения 12 ноября губернатор представит на суд общественности измененную структуру правительства. Отметим, должность председателя правительства уже была в Архангельске во время первого губернаторского срока Анатолия Ефремова. Аналогичная должность есть в ряде других регионов России. И в продолжение темы 17 ноября станет известно имя главы муниципального образования город Архангельск. Заявление в конкурсную комиссию подали 10 претендентов. Среди них есть и Северодвинец. Прием документов завершен. В списке желающих стать главой предприниматель Владимир Повалихин, экс-сотрудник госнаркоконтроля Сергей Юрковский, замдиректора Архангельского филиала Ростелекома Андрей Прищемихин, юрист ООО «Живая планета» Роман Шестаков. Главой Архангельска может стать и Северодвинец Игорь Годзиш, министр теплоэнергетического комплекса из ЖКХ Архангельской области. В последний день заявление подали предприниматель Андрей Соломатин, Виталий Львов, директор компании «Северная роза», профессор и архитектор Юрий Барашков, блогер и фотограф Михаил Шишов и депутат областного собрания Сергей Пивков. Теперь судьба претендентов в руках конкурсной комиссии и Архангельской городской думы. Комиссия отберет несколько кандидатов, из которых дума и выберет главу Архангельска. Эпидемию гриппа и ОРВИ эксперты прогнозируют на конец декабря, либо вторую половину января. Случаев гриппа в городе Корабелов пока не зарегистрировано. Однако за прошлую неделю с острой вирусной инфекцией слегли 1809 северодвинцев и более половины из них дети. Пока заболеваемость в городе Корабелов ниже эпидпорога на 26%. Впрочем, обезопасить себя от вируса будет не лишним. Особенно детям, которые посещают кружки, находятся в коллективе сверстников. В области продолжается иммунизация населения. Всего в области привито около 80 тысяч взрослых и 73 тысяч детей. На сегодняшний день привито против гриппа более 37 тысяч человек. Это составило 20% численности населения города. Среди привитых более 11 тысяч детей. Вакцина практически вся поступила. Вот, доделывают. Эксперты советуют употреблять в пищу фрукты и овощи, богатые витамином С, а также поливитамины и специальные препараты, назначенные врачом. Оплачивать квитанции по капремонту жителям новостроек не нужно, но только первые два года. На заседании правительства области внесены изменения в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Так, основные изменения коснулись новостроек и ветхих аварийных домов. Из программы исключаются здания, подлежащие сносу или реконструкции. В Северодвинске их 26. Многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию после утверждения региональной программы, наоборот, в программу входят. Это касается и домов блокированной застройки, где все помещения принадлежат одному собственнику. Так, в программу вступили 22 северодвинских дома, из них 8 новостроек. Многоквартирные дома, которые новые, которые были только-только включены в программу, у них обязательство по уплате взносов на капитальный ремонт возникает в истечении двух лет с момента вступления в силу в региональную программу. В региональном министерстве ТЭК и ЖКХ подчеркнули, жители домов, включаемых в региональную программу многоквартирных домов, в течение четырех месяцев должны принять решение о выборе способа формирования фонда капитального ремонта своего жилья. Собственникам необходимо платить взносы по истечении календарных полгода, начиная со следующего месяца после внесенных изменений. Всего в регионе из программы исключаются 175 домов, входят 3243. Таким образом, общее количество домов в программе составит 14694. Живой памятник сегодня поставили строителям города. Шесть елей посадили возле дворца молодежи строитель. Эти голубые ели элитные привезли из московского питомника. Их посадили по обе стороны от памятного знака строителям. Лопаты в руки взяли и сами ветераны строителей, и мэр Михаил Гмырин. Они будут напоминать нам, ветеранам, о том, что действительно город мы строили, и о том, что вот это место, на котором мы сегодня находимся, и где находится ДМК, дом молодежи строитель, он тоже будет являться для нас родным. Оставили память о себе, о том, что мы жили, творили, и вот елочки пусть растут на радость будущим поколениям. Скажем так, поставили финальную точку в ландшафтном дизайне вокруг стелы. Да, у нас много планов еще по аллее Тихомирово, Скверо-Герой, но вот это место практически мы сегодня закончили. На территории вокруг дворца молодежи строитель прижились самые необычные для наших широт деревья. Только в этом году, рассказывает директор дворца депутат Игорь Воронцов, здесь поселились 160 канадских сосен и 23 голубые ели. ГТРК приглашает принять участие в конкурсе «Ты репортер». Присылайте ваши фото и видео на электронный адрес, который вы видите на экране. Автор самых интересных роликов ждет подарок от нашей телекомпании. Экс-мэр Архангельска Александр Донской предлагает москвичам перекусить из унитазов. На Арбате он открыл кафе под туалетную тематику. Вместо стульев посетителям здесь предложат унитазы, а вместо тарелок и бокалов маленькие писсуары и ванночки. Подобные заведения есть в Гонконге, Тайване, Китае, Японии и Малайзии. Теперь о погоде. Слово ведущей небесной канцелярии Ираде. В России уже зафиксированы 40-градусные морозы. И в Северодвинске температура опустится ниже ноля. Здравствуйте. Какая погода ждет нас завтра? Смотрите в небесной канцелярии сразу после коротких анонсов. Смотрите далее в выпуске. Написала о школе 2115 года и стала третьей в стране. Северодвинка победила в конкурсе Почты России. Из-за долга банку не смог продать квартиру. Северодвинец задолжал около миллиона рублей. О метео и астропрогнозах вам расскажет небесная канцелярия. 29 октября по данным Гессметео в Северодвинске ночью ожидается минус 2 градуса. Днем столбик термометра застынет у отметки плюс 1, ясно и без осадков. Ветер северо-западный, северный слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 767 миллиметров ртутного столба. В четверг полностью исключены стрессы и негатив. Как предсказывают астрологи, окружающие будут источать сплошной позитив. На фоне такого эмоционального праздника в голову могут приходить самые невероятные и свежие идеи. Запомните их. Завтрашние мысли и планы обещают отличиться новизной. А я с вами прощаюсь и желаю приятного дня. До свидания. Вы смотрите Вестник Северодвинская и мы продолжаем. В городе третья, в области первая, в России третья. Юная северодвинка Мария Егорова стала победителем во всех этапах конкурса «Лучший урок письма». Его проводила Почта России. Пятиклассница порассуждала о школе будущего. Представила, что она сама ученица 2115 года. За нестандартный подход и оригинальность мышления ребенка отметили подарком. Марии подарили книгу. Написать письмо о школе будущего Машу Егорову вдохновила книга Жволевского и Пастернака «Время всегда хорошее». Творческая работа принесла юной северодвинке победы в городском, областном и даже всероссийском этапах конкурса «Лучший урок письма». Его организовала Почта России. В своей работе Маша погрузилась в 2115 год и рассказала нам, жителям 21 века, какие они ученики следующего века. Я вижу в школу будущего, что там вместо учебников будут такие, ну как, планшеты. И все, ну сейчас в страде сдают, а там будут все отправлять по сети. И вот, ну, так и будет все происходить как. Если кого-то из нас вызывают к директору с родителями, то это означает лишь то, что мы и наши папа с мамой должны выйти в интернет. Идти никуда не нужно. Это очень удобно, потому что сейчас самое важное в жизни – это время. Всем его не хватает – и родителям, и нам. Сейчас Маша учится в пятом классе 14-й школы. Когда подала документы на конкурс, была еще ученицей начальной школы 1-й прогимназии. С эпистолярным жанром ей помогал первый учитель – Ольга Житова. Педагог признается, что над письмом работали около двух недель. В творческой работе должно было быть не менее 500 слов. А это, отмечает Ольга Ивановна, не просто для четвероклассника. Я, во-первых, провела урок, научила детей, как правильно писать письмо. То есть, познакомилась с эпистолярным жанром. То есть, мы провели несколько уроков, попытались писать письмо. Но получилось у всех очень оригинально, потому что каждый кому-то его писал. То есть, Маша, например, обратилась там – здравствуйте, мальчишки и девчонки. Я Маша Егорова. Прочитала я такую-то книгу. У Маши Егоровой удивительная история. В городском этапе конкурса – письма. Она заняла третье место. В областном – первое. А во всероссийском – также третье. В области лучший урок письма проходит с 2002 года. В этот раз в адрес регионального архкомитета подали более 500 работ по 13 темам. Победителями стали 21 участник. Больше всего учеников посвятили письма темам. Письмо ветерану «Мой рецепт счастливой семьи» и «Я выбираю спорт». Вера Белокородская, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. Автомобиль скорой помощи насмерть сбил 60-летнюю женщину. ДТП произошло в Архангельске. По Ленинградскому проспекту машина скорой двигалась с проблесковым маячком и звуковым сигналом. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшую доставили в реанимацию. Через несколько часов она скончалась. О других происшествиях в рубрике «Протокол». ДТП 10 рублей. Проезд по городу 90 рублей. Телефон 50-0606. Такси «Север» 50-0606. 50-0606. 35-летний северодвинец решил продать квартиру, но не смог. Запрет на проведение регистрационных действий наложили судебные приставы. Мужчина задолжал около миллиона рублей. В службе судебных приставов по городу Северодвинецку находились исполнительные производства в отношении должника в количестве шести производств с общей суммой задолженностью более 900 тысяч рублей, в том числе задолженности и за коммунальные платежи. Долги были также по налогам и в банке. В течение двух дней должник оплатил всю сумму наличными. Сделку купли-продажи квартиры «Северодвинец» не сорвал. Наркополицейские изъяли наркотики из маршрутного такси «Котлас-Коряжма». 36-летний безработный житель Коряжмы вез пакет с маковой соломой. Однако большую часть наркотиков мужчина хранил у себя дома и в заброшенном здании на окраине города. На балконе городской квартиры задержанного сотрудники ФСКН обнаружили два пакета с частями растений мака, а в тайнике высушенные части стеблей с листьями и плодовыми коробочками того же растения. Всего из незаконного оборота было изъято почти полтора килограмма высушенной маковой соломы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина неоднократно судим, а также является наркозависимым. С 2011 года он состоит на профилактическом учете у врача-нарколога. Пропал человек Корнилов Кирилл. Ушел из дома 20 октября около 11 часов вечера в Архангельске. Больше от мужчины известий не было. На вид ему 30-35 лет. Был одет в черный буховик, черные спортивные штаны и кроссовки. Родственники предполагают, что мужчина может находиться в Северодвинске. Если кто-то располагает информацию о местонахождении человека, просьба обратиться в полицию. Пешеходы спешат перебежать дорогу, а водители не замечают торопык. Автобус третьего маршрута двигался по Ломоносово в сторону проспекта Ленина. Водитель не замечает перебегающую женщину и чуть не сбивает ее. Однако интуиция пешеходу, видимо, подсказала, что нужно остановиться, и тем самым Северодвинка избежала травм. Жители города просят быть внимательными на дороге, особенно в темное время суток. Если вы стали очевидцем происшествия и сняли его на фото или видео, присылайте материалы на наш электронный адрес gtrk.sevs.mail.ru Предложить свою новость наши зрители могут нажатием одной кнопки на сайте северодвинск.тв Музей для города – так называется первое и юбилейное издание Краеведческого музея. От истории его создания и до наших дней. Первые пробные книги уже изданы. Скоро город увидит и 200 уникальных экземпляров в твердом переплете. Пока в музей пришли так называемые сигнальные экземпляры в мягком переплете. Сотрудники музея, они же авторы и составители, в последний раз проверят страницы перед изданием уже окончательного варианта книги в переплете твердом. Три основных раздела в честь юбиляра – здесь история создания музея, затем дела музейные и заключения. Мы поменяли три издания, мы создали много новых экспозиций. У нас полностью несколько раз сменился состав, коллектив музея. У нас увеличилось количество предметов, которые приняли фонды. Вот обо всем об этом всегда хотелось рассказать, как музей может рассказать и показать себя. Это выставки, но вот в данном случае мы решили попробовать себя в книге. Хроника событий в книге начинается аж с 1940 года, когда в нынешнем здании был роддом. Сказано здесь и о других адресах, по которым располагался музей. Отдельные страницы посвящены директорам. За 45 лет их было всего четыре. Ярко дополняют книгу и редкие фотографии. Здесь и обладатель коллекционных предметов, которые составили основу фонда, и Лидия Ивановна Черняева, торжественно перерезающая ленточку в честь открытия. И, конечно, фотографии современного коллектива. Презентация книги намечена на ноябрь. 200 экземпляров рассчитывают подарить друзьям и партнерам Криевического. Северный рабочий. Газета всех поколений. На все времена. Увидев в почтовом ящике подписной абонемент, сохрани его. Оформи подписку на газету, пригласив почтальона на дом. Телефон отдела подписки 56 27 83. Постоянное поступление дубленок, курток, френчей, жилеток из натуральной кожи и меха. Большой выбор. Беспроцентная рассрочка платежа. Кредит. Магазин Евгений. Улица Ломоносова, 88. Весик Северодвинска о спорте. Два удаления с поля, восемь забитых мячей и неожиданный результат. Команда «Севмаш» сыграла дебютный матч чемпионата области по мини-футболу против Архангельской Армиды. В прошлом сезоне чемпионата области по мини-футболу команда «Севмаш» крайне неудачно выступила против Архангельской Армиды. Северодвинцы потерпели два крупных поражения – 10-3 на выезде и 9-17 дома. Такая статистика не внушала болельщикам «Севмаша» большого оптимизма перед первой игрой турнира с прошлогодним обидчиком. Как и ожидалось, хозяева поля начали матч вторым номером, предпочитая действовать на контратаках. Опасные моменты возникали у обоих ворот, но Максим Порошин вывел Армиду вперед. Правда, ненадолго. Лучший бомбардир прошлого чемпионата города Вячеслав Тердунов дальним ударом сравнивает счет и соперники оставили разборки на второй тайм. После перерыва Армида по-прежнему больше владела мячом, а «Севмаш» искал победу, используя контратаки. В одной из таких Руслан Шичковский вывел хозяев вперед. Далее на два гола Павла Антипина гости ответили точным ударом Егора Пунцева. И матч получил жесткую окраску. Сначала за вторую желтую карточку с поля был удален Олег Самков. Позже за подобные действия в раздевалку отправился «Севмашевец» Артем Черепанов. Как ни старались игроки Армиды выжать из матча хотя бы ничью, но их хватило лишь на один мяч. А за 30 секунд до свистка Павел Антипин снял все вопросы. 5-3. Волевая победа «Севмаша». На матч настраивались, знали, что соперник очень сильный, ребят всех знаем. Поэтому играли от обороны, то есть использовали свои моменты по возможности. Но я считаю, что у нас получилось все. Я думаю, что да, для нашей команды это вообще шокирующее поражение, потому что задачи этой команды стоят высокие, то есть в каждом матче мы должны добиваться победы. Но я сегодня хочу поблагодарить и отметить команду «Севмаш», которая проявила очень хорошую игру. То есть как в обороне, так и в нападении команда преобразилась. Видно, что работа проведена. Еще одно поражение в чемпионате области потерпел Ягринский Беломорец. На выезде в столице по морю наши футболисты уступили команде «Сафу» со счетом 4-1. Константин Мухин, Семен Семигулин, Вестник, Северодвинска. Стрелковый тир «Массоу» «Строитель» принял открытый чемпионат города по пулевой стрельбе. В соревнованиях приняли участие 44 стрелка из Архангельска, Новодвинска и Северодвинска. Из 12 комплектов наград хозяева чемпионата завоевали 9 медалей разного достоинства. В упражнении «Пневматический пистолет» дистанции 10 метров, золото турнира среди девушек выиграла Владлена Караулова, серебро у Татьяны Келемник и бронза у Валерии Боровских. В этом же упражнении среди мужчин первое место завоевал Илья Тюриков, второе – Илья Кулаковский, третье – Михаил Петровский. В перестрелке из пневматической винтовки среди женщин у нашей команды удостоилась серебра Валерия Софьина. Среди мужчин самым метким стал Савелий Тряпицын. Серебро у молодого перспективного стрелка Андрея Власкина. Обо всем интересном сообщайте по телефону 598-700 или пишите номер 8-911-0580-700. Наши видеоматериалы можно увидеть на сайте северодвинск.тв. До свидания. Артрит, артроз, остеохондроз – от этих и других заболеваний может помочь аппарат «Алмаг-01». Но прогресс не стоит на месте. Создан «Алмаг-02» для лечения сложных случаев. «Алмаг-02» показан при коксартрозе, полиартрозе, травмах, варикозной болезни. Действия «Алмага-01» и «Алмага-02» направлены на устранение боли и отека, возвращение работоспособности. Приобретайте «Алмаг» в Северодвинске, в аптеках «Фармация», «Здоровье», в заводских аптеках и в других аптеках и магазинах медтехники города. Частые причины пожара на даче. Неисправная электропроводка, система отопления, шалости детей с огнем, утечка газа, оставленные без присмотра электроприборы. Простые правила безопасности уберегут от пожара на даче. Топи печь и баню под присмотром. Выключай электрооборудование и газ, когда покидаешь дом. Сжигай мусор в металлической бочке, в безопасном месте и под контролем. Храни спички в недоступном для детей месте. Поставь рядом с дачей бочку с водой. Отдел гражданской защиты администрации Северодвинска. Телефон 58-34-54. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спонсор прогноза погоды – сеть магазинов «Улов». В магазинах сети «Улов» скидки до 40% на летние товары. Вы купите у нас лодки, моторы, товары для рыбалки и туризма по самым выгодным ценам. Большой выбор мотособак и другой техники, комплектующих к ним. Вас ждут новинки с последней выставки «Охота и рыбалка-2015». Наши адреса – Первомайская, 10, Лесная, 17, Орджоникидзе, 8, 2 этаж. Приходите, мы уже завозим товары зимнего ассортимента. Северный, северо-западный, слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 767 мм ртутного столба. Ясно, без осадков. Температура ночью 0,2, днем от 0 до 1 градуса выше 0. Спонсор прогноза погоды – сеть магазинов «Улов». Скидки до 40% на летние товары. Торговая сеть «Улов» – Первомайская, 10, Лесная, 17, Орджоникидзе, 8, 2 этаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова